Цезарь, крестовые походы, Бородино. Всё это – парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Добрый вечер. Это программа «Родина слонов». Программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН, профессор Российской Академии Наук Светлана Анатольевна Бурлак. Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Сегодня мы будем говорить о первобытном языке, даже о языке, который был ещё до первобытного, если так можно сказать. Мы попытаемся реконструировать, как он мог звучать-то, наверное, вряд ли, но попытаемся понять, как он мог быть устроен и из чего, собственно, он возник, из каких возможностей обезьянях и каких возможностей человеческих. Давайте начнём, наверное, всё-таки с обезьян. Мы можем каким-то образом, зная то, как устроены способы общения сейчас у человекообразных обезьян, понять, что было с нашими предками, например, с астралопитеками? Кое-что мы понять можем, но далеко не всё. Дело в том, что современные обезьяны – это не наши прямые предки, и от наших прямых предков их отделяют те же 6 или 7 миллионов лет эволюции, что и нас. Они просто эти 6 или 7 миллионов лет эволюционировали в своём направлении, не в том, в каком мы. Мы эволюционировали в другом. Но кое-что общее найти можно. Например, можно найти то общее, что и у них, и у нас коммуникативная система, вообще коммуникация комплексная. То есть и звук, и жест, и мимика, и поза – всё это вносит свой вклад в ту информацию, которую воспримет собеседник. И именно поэтому человек, даже когда он ведёт радиопередачу, всё равно непроизвольно жестикулирует. Вот даже сейчас, несмотря на то, что вы меня не видите и упускаете ту часть информации, которую могли бы передавать мои руки и моя мимика, всё равно какая-то мимика у меня есть, и всё равно мои руки двигаются в такт моим словам и в такт моим мыслям. Жесты и мимика очень важны для передачи информации. Есть даже такой известный эффект МакГурка, когда звук, произнесённый человеком, накладывается на картинку, где губы произносят другой звук. И вот тот, кто это слышит, он непроизвольно, не замечая этого, делает поправку на то, что он видит. И слышит не тот звук, который сказали, а некоторый другой звук. Какая удивительная штука. Это похоже на эффект Кулешова, что ли, я не знаю, в кинематографии, когда показывают актёра, и его монтируют встык с другими кадрами какими-то. Ну, условно, актёр, у него абсолютно непроницаемое лицо, а он смотрит на плачущего ребёнка. И потом, когда встык эти два кадра монтируют, кажется, что на самом деле у него скорбное лицо, он жалеет этого ребёнка. Когда показывают рядом с ним другой кадр, там еда вкусная какая-то, кажется, что у него написано голод на лице. Это вот какая-то похожая такая штука, да? То есть достраивает человеческое сознание. Да-да-да, потому что главным для формирования нашего языка, как мне кажется, было именно вот это стремление к пониманию, то есть посмотреть на окружающую действительность и понять, как она устроена. Причём, чем лучше поймёшь, тем лучше выживешь. Потому что очень суровые условия были, когда формировался человек из вот этого обезьяньего предка. По данным палеоклиматологии, в какой-то момент начинается изменение климата, и лесов становится меньше. Площадь лесов уменьшается, а плодовитость обезьян не уменьшается. В результате получается много-много лишних обезьян. И между ними разворачивается нешуточная борьба за существование. Самые приспособленные обезьяны захватывают участки в лесу, и их потомки, те, кто оказываются самыми приспособленными обезьянами, они тоже захватывают участки в лесу и приспосабливаются к этой лесной жизни, чтобы чем дальше, тем лучше. Те, кто оказался не особенно приспособленной обезьяной, ну, тому участка в лесу не досталось, того выгнали куда-то в более открытые места. Там неудобно, непривычно, потому что обезьяны-то привыкли в лесу, а тут какая-то опушка, полянка, в общем, неудобно. Но еда там есть, соответственно, можно приспособиться и выжить. И оказалось, что вот все эти опушки-полянки, они гораздо более разнообразные по своим условиям, и для того, чтобы там выжить, для того, чтобы там прокормиться и не стать жертвой хищника, надо было, по-видимому, учитывать вот эту окружающую действительность по максимуму и делать максимальное количество различий. И тогда вот любой сигнал, который вольно или невольно кто-нибудь подаст, если он поможет окружающим понять, что происходит, и как-то скорректировать свое поведение, то вся группа будет лучше выживать, соответственно, будет больше детенышей, и будет материал для эволюции. И мы идем вот именно в этом направлении. То есть, получается, мы стали более чуткими друг к другу, мы внимательнее следим за всем, что мы производим, там, жесты, неважно, звуки. Мы стали более внимательны не столько друг к другу, сколько к окружающей действительности. Вот обезьяны, современные шимпанзе, например, они как раз очень чутки именно друг к другу, то есть по той составляющей, которая соответствует нашей невербальной коммуникации, вот позы, жесты, мимика, там, интонация, крика и тому подобное, даже по запаху, они способны очень многое понять относительно своих сородичей. Даже были такие замечательные опыты Мензела, когда брали шимпанзе одного из групп и показывали ему тыничок с фруктами, а другому показывали тыничок с овощами. Потом они возвращались в группу, и вот дальше непонятно что, потому что никто ничего не говорил, никто ничего не показывал, вроде никто ничего не делал, но группа шла за тем, у кого тыничок был с фруктами. То есть повкуснее там. Да, потому что фрукты вкуснее. То есть, видимо, фрукты рождали у этого шимпанзе большую уверенность в правильности своего выбора. Мы, собственно, до сих пор примерно так живем, когда выходит кто-нибудь на какую-нибудь площадку или в эфир и говорит, вот Россия, родина слонов, русский язык, предок всех, и там на нем разговаривали во времена динозавров. И это в нем рождает такую уверенность, что мы примерно вот как те шимпанзе на нее клюем, потому что не так много миллионов лет эволюции нам досталось, и не у всех еще в нашей человеческой популяции есть предрасположенность к тому, чтобы как-то включать мозги, логику, думать о чем-то. Вот такая уверенность в своей правоте, она довольно многих людей заражает. Смотрите, мы уже говорим 7 минут 27 секунд, если быть точными, о языке, но мы еще ничего не сказали про слова, про звуки. Мы в основном говорим про жесты, про какое-то поведение, про мимику. Насколько я понимаю, по современным научным представлениям это во многом и есть язык, то есть он не менее важен, в принципе, чем то, что мы называем языком в таком в обывательском понятии. И, насколько я понимаю, в принципе, в животном мире это очень распространено не только у человекообразных обезьян. Так чем же человекообразные обезьяны, ну, там, наши общие предки, отличаются от тех же соек каких-нибудь или пчел? Да, действительно, для передачи информации релевантен не только язык в смысле слова и предложения, но и вся вот эта невербальная коммуникация. И в природе, собственно, там только эта невербальная коммуникация и есть, потому что животное испытывает какую-то эмоцию, и на этом фоне вырывается какой-то крик или испускается какой-то запах, или там встопорщиваются крылья ноги и хвосты. А человек как раз пошел по другому пути. Параллельно вот с этой невербальной коммуникацией у человека с какого-то момента, с какого неизвестного, но с какого-то момента явно формируется, потому что к нашему времени она уже сформировалась. Система, которая позволяет по какому-то поведению сородичей узнать не о самом сородиче, как в случае с невербальной коммуникацией, а об окружающей среде. Вот наши слова – это не про нас, а про то, что вокруг нас. Вот сейчас мы, например, разговариваем про обезьян, про древних людей, или даже вот про соек каких-нибудь, например. А вот смотрите, вы сейчас… Мы обсуждали такую историю, что человек, предки человека научились воспринимать какую-то информацию извне. Мы говорим о том, что обезьяны, да, хорошо это делают, воспринимают чутки друг друга, воспринимают информацию. А наши предки, или там, что мы можем увидеть это по обезьянам, сейчас или нет, они пытались специально передать эту информацию. Одно дело – воспринять, а другое дело – передать. Вот формирование намеренного сигнала – это тоже такая вещь, достаточно поздняя эволюционная. Она известна, ну, у человекообразных обезьян, она известна у воронов, но вообще это очень мало кто умеет, вот именно намеренно передать информацию. Но в первоначальных условиях даже намеренность была не так важна, потому что если кто-то что-то вякнет совершенно ненамеренно, но по этому вяку сородичи догадаются, то всё будет прекрасно, потому что главное – догадаться, главное – сориентироваться в окружающей действительности, заметить, чем одно отличается от другого, чтобы выбрать правильную поведенческую программу. И, кстати говоря, вот такой способ невольного вяка, он до некоторой степени остался и в современных языках тоже, потому что есть у человека такой тип речевого акта, который можно обозначить как речевой акт-комментарий. Вот, например, идёт человек в метро, и вдруг его толкнула какая-то пассажирка и ускакала по эскалатору вверх, и человек смотрит ей вслед и говорит, «Какая корова!» Что он, собственно, имел в виду, кому он это говорит? Можно ли это считать намеренным речевым актом? Если бы он подумал немножко, он бы понял, что этой пассажирке, которая ускакала вверх по эскалатору, ей не будет слышно, что её так негативно оценили. Поэтому она не скорректирует программу своего поведения. Окружающим пассажирам, которые могут это услышать, тоже это вряд ли поможет. Ну, во-первых, в метро шумно, так что мало кто услышит. А во-вторых, эти пассажиры и друг друга видят первый и последний раз в жизни. И его, и эту дамочку, которая ускакала по эскалатору. Поэтому то, что они будут знать, что она себя вот нехорошо ведёт, это никак не поможет им скорректировать своё поведение по отношению к ней, или по отношению друг к другу, или по отношению вот к этому комментатору. Но, тем не менее, у этого человека эта фраза, что называется, вырвалась. Вот когда такое бывает с литературными героями, про них так и пишут. Вырвалась у такого-то, не удержался такой-то. То есть, получается, что некоторые речевые акты, движимы не столько волей, что решил человек что-то сказать, открыл рот и сказал, сколько эмоциями. Вот испытал человек какие-то чувства, и у него вырвалось, и он не удержался. И всё, что он мог бы сделать с этой репликой, это удержаться и не сказать. Вот это как раз вещь, характерная скорее не для человеческого языка, а для коммуникации животных, что вот оно вырывается само, и всё, что можно сделать, это иногда можно удержать. Вот Джейн Гудл пишет, как однажды, когда она наблюдала за шимпанзе, она около своего лагеря разложила подкормку, разложила бананы, и пришли шимпанзе, пришёл молодой самец, которого она назвала Фиган, ну, не то чтобы он откликался на эту кличку, просто ей так было удобнее в сетрадку записывать. И вот этот Фиган пришёл, увидел банан, у него вырвался пищевой крик, ах, какая вкуснятина, ну, в переводе на человеческий что-то подобное. Ну, прибежали старшие самцы на такую-то вкуснятину, да, отобрали у Фигана все бананы, Фигана отстранили куда-то там в сторонку. Фиган был умный, он сделал выводы. Поэтому, когда в следующий раз он пришёл, увидел бананы и понял, что у него сейчас вырвется, он отвернулся, и дальше Джейн Гудл пишет, что вот звуки буквально застревали у него в горле, он, кажется, что чуть не подавился ими. Но он дождался, пока с ним пройдёт, после чего молча повернулся, бананы съел и никому ничего не рассказал. А это типичная ситуация? То есть, в принципе, у животных есть такая стратегия сдерживать вот как раз эти невольные речевые акты? Ну, вот это очень мало кто может. Фиган, это был очень умный шимпанзе, он потом стал вожаком этого стада. А в большинстве случаев это даже у людей не очень получается. Иногда даже люди думают, что вот не надо было бы это говорить, а вот оно само как-то вырвалось, и потом люди жалеют, что они вот так сказали. А есть ещё какие-то моменты, которые мы можем в своём поведении бытовом и в речи провести вот генеалогически туда, к нашим предкам? В речи не очень. Скорее, мы можем сказать, что у нас есть две параллельных системы звуковой коммуникации. Одна доставшаяся от предков, врождённая, и в неё входит, ну, плач, стон боли, виск ужаса, вот какие-то такие вещи. А речевая система, система вот именно языка, она развелась параллельно с этим. То есть отдельно мы можем издавать визги ужаса и стоны боли, которые не делятся на слоги, не могут быть записаны буквами, не могут быть встроены в предложения, не могут быть соположены как-то друг с другом. То есть они вот такие вот отдельные звуки природные. А параллельно с этим есть система таких вот действительно чётких знаков. Когда есть слова, которые состоят там из корней суффиксов, приставок, что ещё бывает, они что-то значат, их можно соединять друг с другом в предложение, предложение дальше в тексты, можно образовывать новые слова по каким-то известным моделям. То есть вот эта система сформировалась параллельно со старой, вытеснив её на периферию общения. А мы можем это сравнить вот с этой, скажем так, с системой символов, которая есть не у ближайших наших предков, а у мартышек, у которых, в принципе, есть какие-то слова. Понятно, что их нельзя... У мартышек верветок есть так называемые референциальные сигналы, то есть отдельный виск обозначает орла, отдельный виск обозначает леопарда, отдельный виск обозначает змею. Для верветок это очень существенно, потому что от орла и от леопарда надо спасаться очень по-разному. От орла надо спасаться, слезшись с дерева и спрятавшись в кустах, от леопарда так не спрячешься. И наоборот, от леопарда надо залезть на дерево, на самые тоненькие концевые веточки. Орлу было бы очень удобно верветок с этих веточек снимать, а леопарду неудобно, потому что он большой, тяжёлый, и они под ним сломаются. Поэтому, когда верветка кричит от ужаса, то естественный отбор поддерживает тех верветок, по которым можно угадать не то, насколько ей, бедняжки, страшно, а то, что её напугало, орёл или леопард. И ещё естественный отбор поддерживает тех, кто хорошо умеет это угадывать, потому что кто плохо умеет угадывать, того съедят. Кто плохо умеет подавать сигнал, у того съедят всех родственников. То есть, опять же, гены не передадутся. Поэтому там вот эта эволюционная линия формирует референциальные сигналы. И таким образом мы видим, что действительно в ходе эволюции может сформироваться референциальный сигнал. И даже у приматов такое вполне бывает. Но это не путь к языку, потому что форма сигнала, вот сами эти визги, их верветки умеют издавать с самого рождения. Они не очень знают, на что их надо издавать, но когда их пугает что-то с земли, то они издают, у них вырывается тот крик, который впоследствии станет сигналом леопарда. А дальше происходит следующее. Если это действительно леопард, то, что их напугало, то все вокруг тоже начинают издавать соответствующий визг, и у детеныша верветки закрепляется, как условный рефлекс, связь между вот этим визгом и леопардом. А если это оказывается какой-нибудь мирный слон, то тогда никто не будет кричать, что это леопард, и тогда условный рефлекс у детеныша верветки закреплен не будет. Она в следующий раз не станет на слона вопить, что это леопард. Но сами крики, они врожденные. А у человека язык – это не врожденные сигналы. В отличие от того же самого визга ужаса или стона боли, слова – это то, что передается по традиции. Почему мы называем этот объект именно этим объектом? Потому что мы привыкли, что его так все вокруг называют. Если его все вокруг будут называть как-то по-другому, мы привыкнем и тоже станем называть его по-другому. А вот секундочку, тут мне интересно закопаться в детали. А у всех этих верветок, у всех популяций верветок одинаковый визг обозначает леопарда? Или, может быть, у одном племени обезьян один визг, а в другом другой обозначает одного и того же леопарда? В рамках одного вида вроде бы один и тот же. В рамках близких видов какие-то похожие сигналы. То есть, то, что они врожденные, по крайней мере, биологи, которые с этим работают, они говорят, что это врожденные сигналы. Просто я не помню, где ты читал, что у животных тоже встречается там региональное распределение, то есть, один и тот же вид, предположим, но они издают звуки по-разному и обозначают там какие-то свои. То есть, условно, слоны из Северного Таиланда не поймут слонов из Южного Таиланда. Ну, всякие местные отличия бывают, но, собственно говоря, распадение одного вида на несколько, оно так и начинается с накопления местных отличий в разных местных. Это же как будто бы культурные отличия, я вот о чём. Культурные отличия. О культурных отличиях мы можем говорить только в том случае, если это неврождённые сигналы. Вот у шимпанзе есть некоторое количество культурных отличий, в том числе по части коммуникации, которые действительно в разных популяциях разные, но это не звуки. Это какие-то жесты, какие-то движения, какие-то действия, которые в одной популяции значат одно и понимаются каким-то одним образом, а в другой популяции значит другое. Но таких вещей у шимпанзе очень-очень мало. То есть, была работа, где исследовались самые разнообразные культурные практики шимпанзе и с орудиями, и в отношении коммуникации. В общем, всё-всё-всё, что разные группы делают по-разному. И нашли 39 штук. И это вот действительно не только коммуникация, далеко не только, ещё всякое пищедобывательное поведение. А у человека, у любых групп, которые как-то различаются, и культурных практик гораздо больше, и в том числе языковых различий. А вот смотрите, мне ещё интересно, уж коли мы первую часть программы посвятили, скажем так, базису, животному, с которым начинается язык, мы можем, например, по современным приматам понять, что есть возможность какого-то неречевого общения, ну, какого-то указания, предположим, там одна обезьяна может позвать другую, типа, пойдём сюда, ты мне должна помочь, там, поманив её рукой. Или они на охоте могут как-то там, ты пойдёшь туда, я сюда, вот какие-то вот такие жесты друг другу раздавать. Видимо, могут. По крайней мере, Джейн Гудл однажды такой случай наблюдала, как вот тот же самый Фиган, который сумел удержаться и не завопить при виде бананов, он увидел, как кистиухая свинья с поросятами уходит в кусты, а поросята такие вкусные, и так их хочется поймать, съесть, а в одиночку не получится. Он посмотрел вокруг, увидел своего приятеля Жомео и качнул веточку. В принципе, в той группе качнуть веточку – это призыв к самке. «Дорогая самка, пойдём со мной в кусты». Вполне с определёнными целями. Жомео – самец, к нему так, в общем, никто не обращался по понятным причинам. Но шимпанзе – животное умное. Жомео подумал немножко, понял, что имеется в виду, и они действительно залезли в кусты, и одного поросёнка поймали и радостно разъели. То есть, в принципе, животные могут координировать свои действия с помощью каких-то сигналов, разумных, нацеленных, то есть вот на какой-то результат. У шимпанзе действительно бывают намеренные сигналы. А вот те же волки, например, во время охоты, они никак друг с другом не общаются, они просто понимают, кому и что надо сделать в такой ситуации. У них есть какие-то вот понятия о том, кто из них каков, если у них перед этой охотой была возможность как-то пообщаться, установить какие-то иерархические отношения, вот они понимают, кто из них что может, и, соответственно, когда они охотятся, то там уже каждый понимает, куда лично он должен прыгнуть и укусить этого оленя, чтобы, соответственно, его завалить. А есть какие-то, ну, хотя бы хоть какие-то зацепки, чтобы нам понять, наши общие предки, они были ближе к современным приматам в этом смысле, ну, то есть могли намеренные сигналы или ближе к волкам чисто за счёт цели? Я думаю, что могли, потому что раз и мы можем, и шимпанзе могут, и гориллы, и бонобо, и орангутаны тоже что-то могут, по крайней мере, в условиях неволи очень быстро обучаются, то, наверное, наш предок тоже мог. Самое существенное, пожалуй, что произошло у нас, но не произошло у шимпанзе, это склонность передавать вот эти вот изобретения по традиции. Да, Фиган сделал вот этот сигнал, качнул веточку, но и всё. И Джейн Гудл пишет, что иногда бывает так, что кто-то изобретёт какой-то сигнал, его некоторое время используют, там, может быть, кто-то из его друзей тоже некоторое время это использует, а потом это постепенно сходит на нет. В человеческом обществе всё наоборот. Кто-то придумал какое-то слово, кто-то впервые его сказал, и оно передаётся. В конце концов, кто-то впервые сказал в 20 веке слово «холодильник», и мы теперь им пользуемся. Кто-то впервые сказал, то ли в конце 20-го, то ли в начале 21-го, слово «мобильник», и мы им опять пользуемся. И это позволяет накапливать знания, в том числе знания языковые. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». После новостей мы продолжим накапливать знания о животном базисе для языка, о том, что, собственно, потом переключилось с нами, и что привнёс человек в это такое уникальное явление. Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Ещё раз добрый вечер. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня доктор филологических наук Светлана Анатольевна Бурлак. И мы вместе пытаемся разобраться, как, собственно, возник язык, первобытный язык. Мы уже поговорили о тех, скажем так, животных основах этого языка, который есть и у нас, и у современных приматов, и у наших общих предков. Даже немножко про волков поговорили. А вот теперь мы будем говорить о том, чем, собственно, наш язык отличается. Что же произошло в нашей физиологии, психологии, в социальных отношениях, что привело к созданию языка. Давайте начнём с... Наверное, с физиологии. Это самое простое. Легче всего документировать. Чем отличались наши предки непосредственные от других приматов? Ну, это смотря какие предки. Если мы посмотрим, как устроен голосовой аппарат человека и голосовой аппарат шимпанзе, мы увидим там массу различий, связанных прежде всего с тем, что шимпанзе может производить звуки, даже набивши полный рот едой. И у неё есть специальные структуры, так называемые горловые мешки, которые снивелируют все эффекты того, как там язык во рту расположится. И неважно, как язык во рту расположится, всё равно звук будет правильный, такой, как надо, потому что горловые мешки обладают собственной системой резонансов и антирезонансов. У шимпанзе не стоит задача сказать много слов, много звуков за одну реплику. Ну, вякнул, и хорошо. Если ещё раз понадобится, ну, ещё раз вякнул. Наш речевой аппарат устроен принципиально иначе. Наш речевой аппарат устроен так, чтобы вложить в минимум времени максимум различий. У нас есть такая полезная штука, как диафрагма, которая умеет, во-первых, подавать воздух на голосовые связки небольшими порциями, слогами, и даже в таком языке, как русский, где границы слога, мягко говоря, не очевидны, всё равно проскандировать что-нибудь вполне любой человек может. Почему это важно? Потому что каждый слог мы можем наделить какими-то своими характеристиками. И в итоге в одном звуковом сигнале, в одном выдохе мы сможем сделать много чего разного. Соответственно, мы можем сделать много разных слов. Это во-первых. Во-вторых, зачем ещё нужна диафрагма? Затем, что мы очень большое значение в нашей коммуникативной системе, в нашем языке, придаём артикуляции. И в зависимости от того, как у нас язык во рту расположится, будут разные гласные, разные согласные, разные комбинации того и другого. Но при этом, если взять какой-нибудь гласный А, то тогда весь воздух, который подаётся на голосовые связки, весь вот этот звук выходит вовне. А если взять какой-нибудь гласный У, то тогда щёки глушат этот звук. А если взять какой-нибудь глухой согласный типа Т или К, то там вообще звука-то почти нету. Что же делать? Если ничего не делать и просто расположить рядом очень тихий звук К и очень громкий звук А, то будет то, что психологи называют эффектом маски. То есть, когда рядом располагаются сильный стимул и слабый стимул, то слабого стимула может быть вовсе незаметно. И, соответственно, замечается только сильный стимул, и зачем тогда слабый было вообще подавать. Так вот, диафрагма работает таким природным эквалайзером, чтобы тихие звуки были не слишком тихие, а громкие были бы не слишком громкие, чтобы они одни других не заглушали. Для того, чтобы была такая хорошая диафрагма, ей надо управлять. Соответственно, нужен хороший спинной мозг, а для него нужен достаточно широкий позвоночный канал. И это всё будет нужно, если мы будем полагаться на артикуляцию. Для того, чтобы полагаться на артикуляцию, нужна опущенная гортань, нужно, чтобы язык мог занимать во рту очень много разных положений, и у нас это появилось. Когда появилось, не очень понятно, но в какой-то момент появилось. А ещё нужно, чтобы горловых мешков не было, потому что если они есть, то тогда все эффекты артикуляции пойдут прахом, потому что горловые мешки нивелируют этот эффект. Соответственно, в какой-то момент наши предки от них избавляются. Видно это по строению подъязычной кости. Подъязычную кость находят очень редко, она маленькая, и к основному скелету не прикреплена никак, и обычно она не сохраняется. Но вот известна одна кость от австралопитека, и она такая же, как у шимпанзе, то есть по ней видно, что у австралопитека были горловые мешки. А ещё известны подъязычные кости неандертальца и гейдельбергского человека. И вот у них как раз горловых мешков уже не было. Ни у того, ни у другого. Гейдельбергский человек – это общий предок нас и неандертальцев. Соответственно, можно предположить, что для гейдельбергского человека уже было не актуально жевать и говорить одновременно, а было актуально, наоборот, полагаться на артикуляцию. А можно, смотрите, я вот такой вопрос задам. Вот вы описали очень сложную систему речевого аппарата, которая друг на друга, все вот эти элементы влияют, а одно без другого не существует. У креационистов есть такой дурацкий пример, как там, неупрощаемая сложность, что ли, или ещё что-то вот такое. То есть, как всё это вместе могло одновременно возникнуть? Или это всё-таки как-то постепенно, поступенчато развивалось? Оно не обязано было возникать одновременно. Оно могло возникать у кого-то тут чуть-чуть, у кого-то там чуть-чуть, у кого-то горловые мешки поменьше, чем у прочих, у кого-то ещё поменьше, кто-то, у кого-то они есть, но там с мышцами не сложилось, и они ими не пользуются. Ну, мало ли какие мутации бывают. И вот, когда оказывается, что тот, кто не пользуется голосовыми горловыми мешками, тот, кто лучше управляет диафрагмой, того лучше понимают, то, если это понимание оказывается очень важным, то такие особи лучше выживают, лучше выживает их группа, соответственно, их родственники, и они передают потомкам свои гены, которые хотя бы не мешают. У кого-то будут следующие мутации, которые будут ещё лучше не мешать. У кого-то будут следующие мутации, которые будут помогать. И самое главное в эволюции, это чтобы весь приобретённый комплекс, в какой-то момент стал наследоваться целиком. Не так, что у одного один кусочек, у другого другой кусочек. Кому-то повезло, и они собрались, а кому-то не повезло, и у него есть там какая-то часть, которая без другой части бесполезна. А чтобы наследовалось всё целиком. И действительно, в какой-то момент это начинает наследоваться целиком, и у современного человека, да, и широкий позвоночный канал, и хорошая диафрагма, и опущенная гортань, и полное отсутствие горловых мешков. И это ещё не всё, потому что если хорошо умеешь говорить, то это будет бесполезно, если ты не очень хорошо умеешь слушать. И у современного человека слух устроен не так, как у шимпанзе. Есть дополнительная область лучшей слышимости на тех частотах, где как раз вот играют роль артикуляционные различия. И, кстати, у гейдельбергского человека тоже реконструирована кривая слуха, потому что там от нескольких особей найдены слуховые косточки, молоточек, наковальни и стремечка. И они дают возможность, ну, может быть, не совсем точно, но в каких-то общих чертах эту кривую слуху реконструировать. И вот реконструировали, и получилось, что они вариабельны. Кто-то поближе к шимпанзе, кто-то поближе к человеку, у кого-то эта область лучшей слышимости есть, но вот не как у человека, а чуть-чуть там сбоку от этих частот, у кого-то там чуть-чуть с другого боку. В общем, как-то что-то, какая-то вариабельность, но всё равно видно, что это приближается к нашему варианту. И вот это классический вариант эволюции, когда у нас есть сначала какая-то вариабельность, одни особи такие, другие сякие, а на следующую ступень эволюции этого направления выходят те, кому повезло получить правильный вариант. Ну, смотрите, вот это всё, что мы сейчас описали, это, в принципе, может быть присуще и тем же самым шимпанзе, условно. Это им что даст? Ну, возможность там чуть как-то играть голосом, какие-то произносить элементарные слога и ещё что-то, но это не даёт им возможность намеренного речевого сигнала, и это не даёт им возможность, точнее, желание даже вот именно общаться для того, чтобы пригласить к какому-то совместному действию или обсудить его. Желание общаться у них вполне есть, и им его хватает. У них там в лесу не столько нового и необычного, чтобы не хватило той системы коммуникации, которая у них есть. Поэтому они, собственно, и не стремятся изобретать что-то новое. Ну, иногда так по случаю что-нибудь изобретут, придумали, поняли, угадали, сделали, пошли дальше. А у человека как раз развивается вот именно система таких вот проведений различий, как можно большего количества различий. Именно потому, согласно моей гипотезе, что на открытых местах обитаниях там действительно всего разного гораздо-гораздо больше, чем в лесу. И это видно там по эволюции каких-нибудь полёвок, где лесные виды, их немного, и они очень древние и маломенявшиеся, а луговые виды, они как раз быстро менявшиеся. Ну, просто полёвки приспосабливаются тем, что они, значит, плодятся и меняются как отдельные виды, а люди приспосабливаются, у них они большие, у них детство долгое, они приспосабливаются тем, что умнеют, передают друг другу информацию. И тут как раз, я так понимаю, возникает важный психологический момент, когда человеку хочется что-то, вот отдельный объект как-то назвать. То есть навешивать ярлычки вот эти, которые ему помогают думать. Да, да, да. Это вот очень важная вещь для человеческого языка и для человеческого сознания. У человека есть представление, что каждая вещь должна иметь имя. И если нет имени, то и вещи как бы нет. А если есть имя, то вещь тоже обязана быть, потому что, ну как же, ну имя-то есть, оно же должно быть от чего-то. Вот это вот взаимнооднозначное по возможности соответствие между именем и вещью, желание такого взаимнооднозначного соответствия у человека вот где-то, видимо, в какой-то генетической памяти зашито. У обезьян этого нет. Поэтому, когда обезьян учат языкам-посредникам, то им приходится довольно долго объяснять путем подкрепления, даже чего-то похожего на дрессировку, что вот эта кнопка на компьютере или вот эта комбинация пальцев или вот этот жетон, который надо наклеивать на магнитную доску, что вот он соответствует такому-то объекту. А людям не надо. Люди сами будут спрашивать. Вот маленькие дети, они очень любят спрашивать, а что это такое? А как оно называется? Причем многие люди считают, что если они знают название, то они знают об этом объекте совершенно достаточно. Фейнман приводит такой пример. Как-то раз пошел он гулять с каким-то мальчиком, и мальчик ему говорит, вот вы говорите, что вы занимаетесь наукой. Вот сидит птичка, как она называется? Ну, не знаю, как она называется, сказал Фейнман. Мальчик говорит, значит, вы плохо занимаетесь наукой. Она называется красный дрозд. И Фейнман говорит, ну и что мне с того, что она называется красный дрозд? Что я узнал об этой птичке, узнав, что она красный дрозд? Я не узнал, где она живет, как она вьет гнезда, как она поет, чем она питается. Я ничего о ней не узнал, кроме того, что люди придумали такую звуковую цепочку для того, чтобы ассоциировать ее с этой птичкой. Но для мальчика вот это оказалось вполне достаточно. Действительно, для людей, которые не очень любят думать, очень часто имени хватает для того, чтобы подумать, что все об этом объекте уже известно, и больше ничего не надо. В таком случае, наоборот, получается, вот именно тяга к символизму и упрощению, вот навешиванию вот этих ярлычков, это важный стимул к возникновению языка. Да, это, конечно, важный стимул к возникновению языка, потому что если окружающая действительность разнообразна, и в ней надо ориентироваться по возможности быстро, потому что иначе добыча ускользнет, а хищник успеет напасть, то возникает спрос на сигналы, которые будут различаться, различаться по максимуму. Чтобы это был не просто какой-то вяк, про который ты еще будешь полчаса думать, это было про то или про что-нибудь другое. Чем больше объектов, которые надо как-то обозначить, тем труднее ориентироваться, когда вот этот вяк нечленораздельный. Соответственно, возникает спрос вот на ту самую членораздельность, и в какой-то момент действительно формируется возможность к членораздельной звучащей речи. Была ли она до Гидельбергского человека, мы не знаем, но у Гидельбергского человека уже явно была. И тогда количество возможных слов становится просто бесконечным. И любое, что угодно, что нас заинтересовало в окружающей действительности, мы можем вырезать из этой окружающей действительности, сказать, что это вот что-то такое отдельное, что мы хотим воспринимать отдельно, что требует какого-то отдельного поведения, и обозначить это словом, и это оказывается очень удобно, как ярлычок, как каталожная карточка в библиотеке. То есть это что-то, за что мы вытащим очень много информации. Вот мы узнали про эту птичку, что она красный дрозд, а теперь полезем в энциклопедию, найдем там красного дрозда, и даже если там не будет картинки, там нам словами напишут, где эта птичка живет, чем она питается, как она вьет гнезда, ну и так далее, все, что мы захотим об этой птичке узнать. Почему мы смогли это узнать, потому что с термином красный дрозд мы смогли это связать. И в этом смысле система ярлыков оказывается очень удобной для познания. Она не обременена излишними деталями, но всегда за каждый ярлычок мы можем любое нужное количество информации вытащить. И это все возникло, я так понимаю, на самом деле, это просто система бы не развелась, если бы у человека не возникла потребность или возможность передавать это как традицию именно, из поколения в поколение и накапливать эту традицию. Вот мы можем психологически объяснить это как, мне кажется, это самый важный момент тогда получается. Откуда это взялось? Как это стало возможно? А просто получается вот как. Известно, что если мы какой-то стимул уже воспринимали и уже распознавали, то у нас какие-то нейронные пути, нейронные контуры, соответствующие распознаванию этого объекта, они уже, ну, по крайней мере, разок использовались. И когда этот стимул попадается нам в следующий раз, то активируются те же самые нейронные контуры, которые уже активировались. А если нейронные контуры активируются много раз, какие-то нейронные ансамбли активируются много раз совместно, то чем больше раз они активировались, тем проще активировать их совместно. Согласен, но тогда, мне кажется, обезьяний мозг То есть ты должен так же работать? Да, это у всех так мозги работают. И дальше что получается? Когда кто-то придумал сигнал, кто-то другой его услышал и увидел на него реакцию. Соответственно, если ему надо будет вызвать такую же реакцию, то выиграет тот, кто подаст такой же сигнал. Поэтому, соответственно, естественный отбор начинает поддерживать тех, кто запоминает сигнал и воспроизводит то, что уже было. Кто не воспроизводит сигнал, кто каждый раз придумывает что-нибудь новое, того понимают хуже. Соответственно, их группа живёт хуже, она более голодная, их хищники более активно прореживают, соответственно, их гены меньше распространяются. То есть получается, это эволюционное приспособление, это не психологическая какая-то потребность, которая раз однажды появилась? Это эволюционное приспособление. Естественный отбор начинает поддерживать тех, кто запоминает сигнал. Отлично. Соответственно, если надо запоминать сигнал, то естественный отбор будет поддерживать тех детёнышей, у которых сформируется желание запоминать сигнал. И у нынешних детёнышей желание запоминать сигнал выражено в очень сильной степени. То есть кто-то посчитал, что ребёнок запоминает по одному слову каждые 90 минут бодрствования в некоторый период своей жизни. Какую-то немеренную кучу слов запоминает каждый день. И вот благодаря тому, что у нас есть членораздельная речь, то есть каждое слово делится на такие мелкие кирпичики, такие опознавательные знаки, такие опорные компоненты, которые позволяют одно слово от другого отличить, мы можем эти слова накапливать очень быстро. Потому что нам надо не такой вот расплывчатый образ этого слова сформировать в своей голове, а чётко, по кирпичикам. И как только мы овладеваем вот этими кирпичиками-фонемами, так мы можем запоминать слова в неограниченных количествах. И более того, мы можем даже в течение жизни словарный запас свой пополнять. Ну вот смотрите, а в какой момент и как происходит преобразование вот этого вяка обезьяньего, вот этого фонемы отдельной, потому что, в принципе, она может быть сложен в составной, состоять из пары слогов, там словом «ко-ко», да, там это петух. Вряд ли, скорее действительно вот какой-то звук типа, ну, типа «визга ужаса». Ну, вот смотрите, если мы звукоподражание, да, «ко-ко», это петух, да, там, предположим, это будет нашим корнем. Как этот корень потом превращается в часть языка, в фонему, которая обыгрывается уже как-то? А дальше происходит вот что. Когда знаков становится очень много, знаки становятся просто такой же частью жизни, как, там, не знаю, комары и бананы. И тогда возникает возможность придумать новый знак на основании какого-нибудь уже существующего знака. Соответственно, модифицируешь старый знак, придумываешь новый. Ну, всё хорошо. Придумал, тебя поняли, значит, повезло. Значит, в следующий раз кто-то воспроизведёт этот новый знак, который придумали, модифицировав старый знак. Раз модифицировали, два модифицировали, три модифицировали. На какой-то раз появляется возможность обобщить правила, что любой знак мы можем вот по этому принципу, вот этим способом модифицировать и получить вот то же превращение смысла, какое мы получали в предыдущих случаях. То есть, условно превратить существительное в глагол. Таким образом можно? Ну, например. Или от действия образовать объект, который получился в результате. Или того, кто делает это действие. Или от какого-нибудь объекта образовать действие, которое с этим объектом обычно производят. Что угодно. И вот на этом месте происходит, как мне кажется, самое важное. Язык обретает свойство достраиваемости. И поэтому при всей бесконечности наших языков нам не надо их учить от и до, вызубривая наизусть все формы всех склонений и всех споряжений. Мы совершенно запросто одну какую-нибудь форму выучим, просто вот услышим новое слово или увидим написанным, если язык письменный, и запросто построим все остальные формы. Вот можно взять какое-нибудь слово, которого никогда раньше не было. Или которое вы никогда не слышали. Ну вот я обычно вспоминаю каких-нибудь древних животных, например, какого-нибудь анамалакариса. И спрашиваю, вот как бы мне сказать, никогда я раньше не имела дела с этими. И все совершенно ничтожи, сумняшися, отвечают, анамалакарисами. Потому что это очевидно, это модель. И вот тогда, когда в языке появились такого рода модели, неважно, были ли это модели морфологические, то есть когда из одного слова делалось другое то же слово, или это были модели синтаксические, когда соположением двух слов создавался какой-то новый смысл, какое-то новое значение. Главное, что должна быть какая-то модификация, которую можно обобщить, которую можно применить не только к тому знаку, к которому она применялась вчера, но и к какому-нибудь следующему знаку. И еще следующему, и еще следующему. И таких модификаций можно наделать сколько угодно. И тогда можно уже язык не учить, а можно достраивать. И вот у ребенка в так называемом чувствительном периоде в раннем детстве как раз есть возможность достраивать язык. Дети ей активно пользуются. Иногда нас очень забавляют, когда достраивают немножко не так, как мы, взрослые, привыкли. Но самое главное, что вот эта система работает, и она позволяет языку быть бесконечным и выражать бесконечное количество смыслов. И, насколько я понимаю, вот по такой системе как раз язык может бесконечно разветвиться и превратиться в наше древо языков. Да, конечно, потому что каждый достраивает по-своему, и каждый привыкает к тому, как говорят вокруг него. Если вокруг него говорят немножко не так, как в каком-нибудь другом окружении, то, соответственно, один привыкнет так, другой привыкнет иначе. И каждый язык эволюционирует уже по своей веточке. И дальше, если люди общаются, то привычки они друг другу передадут. А если они не общаются, то тогда получится, что у одних изменения пошли в одну сторону, у других в другую сторону, и мы будем иметь из одного языка предка много разных языков потомков. Мне кажется, мы прекраснейшим совершенно образом разобрались, что называется. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях была Светлана Анатольевна Бурлак. Мы говорили о первобытном языке, точнее, о том, как он возник. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 20.00. Пока.